Израиль и Церковь Взаимоотношение между этническим Израилем и Церковью – один из глобальных вопросов библейского богословия. Обсуждение этой темы могло бы быть весьма продолжительным. Ей вполне можно было бы посвятить целый лективный курс. Мы же ограничены рамками всего лишь части занятия. Позвольте для начала обозначить четыре основные позиции по данному вопросу. Это материал из словаря под редакцией Мэла Кауча, «Словаря богословия премиленаризма». Написан он с точки зрения очень консервативного, классического, диспенсационалистского подхода. Тем не менее, его статьи предлагают обзор не только этого, но и многих других подходов, которые, тем не менее, подвергаются критике, если не согласуются с общей направленностью словаря. И все же в нем есть немало интересных статей, несмотря на то, что лично я придерживаюсь иных эскатологических взглядов. На смену Израилю как народу Божьему пришла церковь. Она представляет собой новый Израиль. Вот в таких терминах выражена первая позиция, которую вы найдете в материалах к урокам, под номером один. Данный подход также называется «замещающим». В Божьем плане церковь замещает собой этнический Израиль. Никакого особенного отношения к Израилю как народу у Бога нет. Иначе говоря, между Новым и Ветхим Заветами наблюдается прерывность в вопросе об этническом Израиле. Еще один вариант отношений между этническим Израилем и Церковью заключается в следующем. Божий народ один, и его составляют верующие из евреев и верующие из язычников. Поэтому никакой прерывности здесь нет. Верующие евреи были в Ветхом Завете, равно как были они и есть в Новом. Помимо этого, есть также обращенные из язычников. Божий народ был и остается один. Третий подход в чем-то похож на второй. Божий народ один, но в нем отчетливо выделяются две группы. Этнические евреи и язычники. Вы имеете в виду всех верующих, и евреев, и язычников, да? Да, вы совершенно верно заметили. В ней входят верующие, как из евреев, так и из язычников. Однако для Бога это все же не однородная масса. В ней выделяются евреи и неевреи, насколько мы можем судить об этом из Писания. Это не просто совокупность верующих. Это понятно? То есть неверующие евреи, евреи по плоти, не входят в народ Божий. Я правильно понял? Но не часть народа Божьего. Неверующий еврей к Божьему народу отношения не имеет, если следовать Новому Завету. Чем отличаются подходы 2 и 3? Вопрос о разнице между вторым и третьим подходами. Согласно второму и третьему подходам, будь ты верующим из евреев или верующим из язычников, ты являешься частью одного Божьего народа. При этом ничего не говорит о том, что место верующих евреев занимает что-то еще. В соответствии с четвертым подходом, у Бога есть два народа и два разных плана. Это классический диспансационалистский подход. У Бога есть этнический Израиль и церковь. И для него они существуют самостоятельно. Если вы помните исторический материал, который мы рассматривали в контексте развития библейского богословия, то, согласно данному подходу, мы живем в эпоху церкви. С этническим Израилем как таковым, Бог уже давно не взаимодействует. Тем не менее, пророческие часы могут возобновить свой ход с возвращением евреев в Палестину и т.д. и т.п. Данный эсхатологический подход более подробно анализируется в рамках курса по систематическому богословию. А теперь позвольте привести пример того, как одно учебное заведение может объединять людей с разными взглядами по данному вопросу. Кстати, это вполне справедливо и для Тринити. В качестве примера хочу привести свой теологический колледж Мур в Австралию. В одно время его директором был доктор Броттон Нокс, а его заместителем Дональд Робинсон. Должность директора совмещала в себе функции ректора и декана по учебной работе, а заместитель курировал преимущественно учебную деятельность. Переводя на американские реалии. Броттон Нокс утверждал, что церковь — это Новый Израиль. В Божьем плане церковь сменила собой Израиль. В этом он опирается на 1 Петра 2, 9 и 10. 1 Петра 2, 9 и 10. Где Петр пишет, «Новый род избран и царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и смы в чудный свет свой. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Этот Ветхозаветный язык из Исхода 19 теперь звучит применительно к язычникам. На смену Израилю пришла церковь в Божьих планах и замыслах. Послание Галатам 6, 16, еще один ключевой текст в контексте нашего обсуждения. Павел пишет в самом конце послания. «Тем, кто поступает по сему правилу, ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Итак, тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию». В понимании Бротона Нокса речь здесь идет о церкви. Павел мог написать «и церкви Божией». Для Бротона Нокса это синонимы. Далее Откровение 21, 3. Откровение 21, 3. «Картина последнего времени, и услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Все скиния Бога с человеками, Он будет опитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Здесь говорится об одном народе. Следовательно, у Бога один народ. Церковь — это Новый Израиль. Из этого в своем резюмирующем высказывании исходил Билл Дамбрелл, который придерживался схожих взглядов. Итак, мы говорим о Новом Израиле и Новом Божьем народе. В то же время Дональд Робинсон утверждает «нет». Израиль в Новом Завете, когда Павел употребляет это словосочетание, подразумевает верный остаток евреев. Так, 1 Петра 2, например, стихи 9 и 10. Кстати, по его мнению, 1 Петра адресована именно христианам из евреев. А применение текста 1 Петра во многом зависит от понимания того, кому данный текст был первоначально обращен. В частности, к верующим из числа евреев, или же преимущественно христианам из бывших язычников, или же к обеим названным группам, ко всем совокупности. Что касается Галатам 6.16, тем, которые поступают по всему правилу «Мир им и милость и Израилю Божию», то это послание адресовано в первую очередь язычникам, поскольку в какой-то момент они попали под влияние иудаизма и восприняли соответствующие законы и ритуальные обряды. Если вы помните главную тему послания. Так вот, Павел говорит, послушайте, Галаты, если вы будете поступать по изреченному мной правилу «Мир вам и милость и Израилю Божию», то есть христианам из евреев, в основном из Иерусалима, согласно позиции Д.W.P. Робинсона. Теперь по поводу Откровения 21.3. Весьма интригующий текст. Я заметил, что в английской стандартной версии здесь есть сноска, которая отсутствует в международной версии. По поводу других переводов в этом отношении я комментировать не берусь. Так вот, в наиболее точных, доступных нам рукописях написано следующее, применительно к третьему стиху. «Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народами». Это не «ла-ос», это «ла-ой». Как правило, переводе отдают предпочтение наиболее сложному прочтению, в соответствии с «лектио дификилио», более сложное прочтение, исходя из того, что никакой переписчик не станет усложнять текст, а напротив, будет пытаться упростить его, сделать более понятным. А более сложное прочтение – это как раз множественное число. Значит, в переводе должно было быть употреблено слово «народами». И этот случай кажется столь исключительным, что именно его указали в сноске. В международной версии, если я не ошибаюсь, ничего подобного нет. Ни по поводу более ранних рукописей, ни по поводу рукописей, максимально обоснующих данный вариант. Однако Робинсон обращает на это внимание, да, для Бога существует один народ, в котором, однако, отчетливо выделяются две группы. Таково мнение Робинсона. Ну что же, наше с вами обсуждение наглядно демонстрирует огромное значение экзогетики для библейского богословия. А кроме того, характеризует ваше библейское богословие в целом, с точки зрения того, как вы поступаете с подобными текстами. Как, в принципе, вы понимаете Божий замысел. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok